Об этой книге необычайно трудно говорить. Барлам Тихонович Шаламов вернулся к нам в потоке лагерной литературы в конце XX века, когда были опубликованы книги «Разгона», «Волкова», «Евгений Гинсбург», чуть позже «Солженицына». Но вот даже в этом ряду, в ряду очень трагическом, эта книга стоит на особицу. Шаламов в этой книге, может быть, самое главное, что он хочет сказать читателям, это то, что человек, о котором так много писали в прошлом, он не так хорош, как об этом думали гуманисты XIX и XX века. И Шаламов пишет о том, что все покровы цивилизации, все покровы культуры слетают, как шелуха. И счет идет просто на неделю. Мы всегда знали, что надо проявить стойкость духа, надо уметь перед трудностями проявлять какое-то мужество, надо быть героем. А вообще скажите, пожалуйста, можно быть героем, если героизм в том, чтобы получить лишнюю пайку хлеба, ты смог покончить с самым действием, потому что без этой пайки это сделать просто невозможно физически. Можно требовать героизм от куска плоти, который человек стал, и сделали его здесь же другие люди. И вот главное, наверное, что говорит Шаламов, это то, что пробы лагеря не выдерживают 99%. Нет рецепта универсального, как остаться человеком. И вот это его убеждение, которое проходит через каждый рассказ. И в то же время эта книга парадоксов, потому что как бы ни было страшно и больно, тебя эта книга как воронка вбирает в себя, и ты не можешь от нее оторваться, и не возвращаешься, возвращаешься постоянно. И вот я думаю, загадка в чем лежит? В том, что вот сегодня, когда мы читаем эту книгу, мы действительно понимаем вот то предупреждение, которое в ней звучит. О том, что все наши великолепные создания, культуры, и древние греки, и блестящий Рим, и та же империя сталинская, это все очень хрупко. А еще более хрупок сам человек, от которого очень просто оставить вот то же мокрое пятно, как от насекомого. И как никогда это вот сегодня, может быть, трогает нас и заставляет думать о том, что вот нельзя ставить человека в условия кролика, выдержит или не выдержит. Нельзя дать человеку почувствовать себя насекомым. И вот Шаламов с одной стороны пишет, о лагере нельзя знать никого. Это запретное знание. Нельзя в эти условия ставить человека. А с другой стороны, он об этом пишет. И вот это, наверное, главный парадокс этой книги. Эта книга, повторяю, формата не вписывается. Никто не скажет, что это моя любимая книга. Эта категория не подходит к этому тексту. И в то же время, вот как ни парадоксально, описываются вещи зачеловеческие. Но это литература. Причем Шаламов живет этой литературой, и ему будет это самое здесь потрясающее. Сегодня мы говорим о постмодернизме. Когда мы эти книги читаем, это уже не литература, это уже игра. Потому что мы получаем удовольствие от чего? От того, что мы вот это многослойное повествование, мы видим это аллюзия, это цитата, это реминисценция. И степень постижения определяется эрудицией читающего, в первую очередь. Когда мы читаем Шаламова, такой же многослойный текст. Но мы получаем не удовольствие, а мы получаем пощечину. И он назывался рассказы пощечинами. Потому что мы испытываем шок. Вот пример предвоклассический. Это рассказ на представку. Первая фраза звучит так. «Играли в карты у Коногона Наумова». И те, кто читал «Китковую даму» Пушкина, конечно, знают первую фразу. «Играли в карты у Коногонова наумова». Но ощущаешь, повторяю еще раз, не радость узнаваний, а ощущаешь шок, потому что сталкиваются два мира. Текст Пушкина еще в нашем сознании аранжирован музыкой, оперой, изящным 19 веком. А здесь вот та мистика, вот та игра ума и грань безумия, которая была характерна для пушкинской повести, здесь превращается в реальный абсурд, в материализованное сумасшествие. И вот эта разница между мирами, это просто бездна. И вот как раз это нас и трогает, это нас и волнует, это нас и тревожит. Эта книга не о лагере, это книга о человеке. О человеке именно вот уже современном. Когда вот другой наш очень хороший писатель, Василий Гроссман, в романе «Жизнь и судьба» писал о том, что век 20-й, это век не эвклидовой геометрии, а это век уже Эйнштейна, когда государство тоталитарное оперирует не отдельным человеком, не индивидуальностью, оно оперирует громадными множествами. И оно не видит отдельного человека. И вот как раз, может быть, Шаламов позволяет нам и увидеть этого человека, и понять его боль, и перенести на себя часть вот этих страданий. Он говорил, слушайте все мои рассказы, это, ну, рецепты человеку, как вести себя в толпе. Шаламов, например, очень нелицеприятно отзывается о русских классиках. Вот его раздражает, например, в книжках записных Толстого размышления писателя о том, какого цвета должны быть глаза у Катюши Масловой. А вы помните «Черная смородина»? И он пишет, Шаламов, комментируя эти строчки, а на Колыме у людей не было цвета глаз. И он заявляет вполне определенно, что русская классика, прежде всего, в лице Толстого, на себе несет великий грех, потому что все террористы 20 века были толстовцами, потому что все они прошли эту школу толстовского гуманизма с ее проповедью добра, правды и справедливости. И еще большего раздражает то он дидактический. Он заявляет, что после Колымы, после Освенцима нельзя никого, ничему учить. Это стыдно. Рассказ, который я часто перечитываю, рассказ называется «Шерри Брэнди». И само название рассказа адресует нас к стихотворению Мандельштама, убиенного там же, в тех же местах. Стихотворение Мандельштама о Шерри Брэнди, «Шерри Брэнди, ангел мой, Шерри Брэнди, Шерри Брэнди, что-то с тобой». А рассказ Шаламова о смерти безымянного поэта. И очень скрупулезно описывается, как тело покидает жизнь. Причем это написано таким протокольным, сухим языком. И поэтому возникает еще большее напряжение между текстами и читателем. Но самое страшное даже не это повествование о том, как уходит душа из тела. А это последняя фраза, где сказано, что поэт умер, но его сообразительные сокамерники еще три дня получали пайку, потому что поднимали руку мертвеца, как поднимают руку моряне. И Шаламов добавляет немаловажную деталь для будущих биографов. Поэт умер, раньше официально обозначенная сроками. Вот поэтому тоже парадокс отрицание полной классики Шаламовым и в то же время полная у нее погруженность. И третий сюжет, который, я думаю, не безинтересен и дает почву для размышлений наших сегодня, нас с вами, современников наших, это отношения Солженицына с Шаламовой. Почему? Потому что оба прошли трагический путь, оба сидельцы, оба страдальцы, и между ними были очень странные и, может быть, сложные отношения. Когда был опубликован рассказ Солженицына от Ивана Денисовича, то был первым Шаламов, кто на него отозвался письмом, где было сказано, что рассказ ваш давно жданная нами правда. Но Шаламов с горькой иронией замечает, что вот в вашем лагере входит кот, в нашем бы кота давно съели, в вашем лагере у зэков есть ложки, в нашем это был лишний инструмент. И затем такая фраза саркастическая, где же такой хороший лагерь, хоть бы годик там посидеть в свое время. Но еще больше его не возмутило, наверное, не то слово подбираю, а еще больше его насторожила сцена, когда Иван Денисович работая на соцгородке, забывает, что он зэк, что он в неволе, он работает, потому что ему сама радость труда доставляет удовольствие. И Шаламов пишет такую фразу с ложеницами, что эта сцена глубоко ложна, потому что рабский труд никого никогда не может сделать святым, в нем нет святости. И этот спор был продолжен, очень любопытно продолжен. Я еще раз напоминаю, что по Шаламову 99% не выдерживают пробы лагеря. А у Солженицына во втором томе от Флага-Гулага есть буквально прямое обращение к Шаламову, где эти слова вспоминая, комментируют их так. Он говорит, как же так, Варлам Тихонович, но вы же не стали стучать, вы же не стали доносчиком, ведь за какой-то камень вы упнулись, за какой-то сук вы зацепились, значит, не все так однозначно. И вот здесь я склонна согласиться с Солженицыным, потому что сам опыт Шаламова, опыт его жизни, опыт его страданий, ну, почти жтея, вот он рождает совершенно противоположный эффект, нежели вот те слова, которые были им сказаны, что человек хуже, чем о нем думает. Сам Шаламов разработал для себя кодекс поведения в лагере. Мы знаем такой кодекс Солженицына, не верь, не бойся, не проси, и очень сходно там пять пунктов, если не ошибаюсь, Шаламова, никогда не просить ничего у начальства, работу там для тебя поставили, прибегать к лжи, если она дает больше пользы ближнему, чем правда, и вот мне еще показалось важным никого не просить перед тебе и никому не верить. И вот этот вот кодекс, который он соблюдал, его как человека разрушили, как оболочку физическую. Он вернулся обратно в Москву через 17 лет в стене лагеря очень больным человеком. Не только больным, что был вынужден самому носить справку о том, что у него такая болезнь, он может упасть посреди улицы, у него разрушена была координация, и справка была сказана, что, пожалуйста, вынесите его на воздух, вызовите скорую. Но он сохранил интеллект, он сохранил свой дар поэтический. И когда его спрашивали, были ли вы, он отвечал, мы были. Мы сейчас привыкли, что мы получаем от литературы удовольствие, особенно в последнее время. Сама литература, чтение переходит в разряд досуга. Хотя вы помните, что для нас литература стала больше, чем литература. Она была религией, когда не была религия разрешена. Она была философией, она была обществознанием даже. А самое главное, может быть, она была опытом, ну, что ли, жизненным. И литература, она не учит, может быть. А вот помните Пушкина, мы рожили для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Это ведь только радости от литературы. Это опыт страданий, это опыт понимания ближнего, это опыт вообще размышления о жизни. Я думаю, что вот сегодня, когда многие ориентированы на такой развлекательный подход к литературе, когда у нас всё привлекается сферу развлечения, сферу услуг, вот Шаламова нужно читать как лекарство, потому что оно даёт состояние какой-то стабильности. Трезвость. И при всём том, что он говорит о том, что вот люди, которых он описывает, были вне правды, вне лжи, именно он даёт представление о том, что есть добро, что есть зло. Я очень долго не могла сформулировать эффект этой книги для себя, вербально не могла сформулировать. И я думаю, очень точную тему высказался Андрей Тарковский, который сказал так, что Шаламов это гениальный писатель, потому что важно не то, что он пишет, а важно то, какие чувства он оставляет нам, его прочитавшим. А это чувство сострадания, это чувство очищения, и это самое главное может быть, это чувство гордости за человека, который прошёл этот ад. отец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok